Благословися. Мир вам. Мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души и вечности. Не желаете послушать? Ну, я мусульманка, не знаю. Поэтому у нас все по-другому. Она говорит, я мусульманка, у нас все по-другому. У вас не все по-другому. У вас тоже загрешные дела ждет ад на той стороне. Ну да. И хорошо объяснено. Ну, как сказать, история, она немного... У вас, говорите... Не сходится. Ну, не сходится. У нас что? Одна женщина, на другой не смотря. А у них четыре. И еще приезжают в Россию, еще сорок имеют. Вот эта разница очень большая. Мы много ездили по миру. И в мусульманских республик шесть прошли. Турции были. Книги я развозил свои, дарил в библиотеке. Нормально. Вон, покажи-ка, какие у нас ресурсы. У нас на ютубе есть канал свой. Это вот под этим названием. Та же сайт есть и форум. То есть много полезного для себя узнаете, если зайдете. Латкин Игнатьев. Получается, вы сейчас снимаете, что ли? Мы все снимаем. Всю свою жизнь снимаем. Как у нас проходит богослужение. Вы через 10 дней можете зайти и увидеть сами себя. Давайте меня, пожалуйста, не надо. Так ничего, скрывать не надо. Бог дает и красоту, и все. Нет, нет, просто не, пожалуйста. Вырежьте меня, пожалуйста. Человек честный не должен прятаться. Это прячется преступник. Мужики прячутся. Я не прячу, просто я не хочу на ютуб попадать все такое дела. Ну, причину не хочу, объяснение должны иметь. Мужики прячутся от алиментов тут, это понятно. Чтобы не платить за детей своих. Женщина должна быть безмолвная. Женщина должна быть безмолвная. Смотрите. Вы можете сразу ввести в интернет и увидите. Он называется так, «Открытым оком во свете Библии». Это наш ютуб. Там 14 тысяч роликов наших. А наш разговор с вами будет 14 тысяч первый. Смотрите, какая красота. Видно меня грешного. Ну, быстрее, мам, я не забыл, не забыл, давай. Да, 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 давай. Не говори. Слава Аллаху! Так, спокойно, слушайте. Сейчас вам расскажут. Давайте, давайте. Слава Аллаху! Слава Иисусу Христу! Почему? Потому что Он умер за нас и кровь свою пролил. Он спасает-то. Христос. А есть доказательства? Большая разница. Один проходит мимо, а другой спасает тебя из реки. Собою жертвует, а тебя вытаскивает. Так и Христос. Христос умер за нас на кресте. Вы видите, крест везде. А на Пасху Христос воскрес. Вот мы зайдем, если на кладбище, мировое кладбище. Скажем, Пушкин из-под земли здесь. Скажем, там, Магомед, Мухаммад, он скажет, умер здесь. То есть, Христос, нам отвечать нет, Его Он воскрес. Разница есть? Ну, понятно. Только и осталось богатство, что дым идет. Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Еще-то один человек, как сирота, попался нам сегодня. Говори. Мировым и православным христианам людям рассказом о Боге, спасении души и вечности. Как здоровье ваше? Как здоровье ваше? Слава Иисусу Христу. Вполне. Дай Всевышний этому пророку вечность. Да, Богу слава. Он Господь знает, кому и как. Мы благодарим Бога за все, что Он нам посылает. Он дал нам Сына Своего Единородного, Иисуса Христа. Который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И веруя Его, мы получаем прощение грехов. Он наши грехи взял на себя. Поэтому наша благодарность бесконечная к Богу. Ему нет равных. Он один. Путь истины и жизнь. Ну, это вопрос стороны. Но родился он здесь, в Израиле у нас. Посмотрите наши ресурсы какие. Вот. Это у нас Ютуб такой. С 14 тысяч роликом здесь у нас. Открытым оком во свете Библии. Вы только не курите. Это вот курица сидит. Вы сейчас не курите. Папиросу положите, чтобы мы могли разговаривать. Вот. Покажи. Если у вас будет желание по скайпу поговорить. Вот смотрите. Внизу моя фамилия и имя. Игнатий Лапкин. А если первые две строчки напишите и слово сайт. Выйди на сайт. Напишите форум. На форум выйдите. Там все о Боге. О вечности. Как мы деревню православную строим с нуля. Где нельзя не лгать. А меня назад в Россию не пускают больше. Меня назад в Россию не пускают больше. Он в Израиле находится. В Израиле? Так у нас там хорошие люди, друзья в Израиле. А тут показано, что вы из России. А я написал, чтобы Россию показывали. Я вижу, у вас шестиконечная звезда сзади вроде бы. Это масон. Сионистский знак. Я здесь живу уже 28 лет. Израиль это обетованная страна. Вот если хочешь быть благословенным у Бога. Вот хочешь, чтобы благословение во всем было. Жена послушная. Нужно знать, как благословение получить. Есть первое благословение. Не последнее. Первое. Никогда не проклинай народ Божий евреев. Это самое первое. Никогда, нигде. Облагословляй их. Чтобы у них все было хорошо. Чтобы они обратились к Богу. И последнее. Десятую часть заработка отдавай на церковь. Вот в этом все. А остальное дальше ште отца его. Мне государство и так забирает часть 10-ю армии. Я в армии служу. А, ну что государство забирает? А ты должен, это подоходный налог, а ты должен десятину отдавать церкви. Это последнее. Я не крещеный. Я не крещеный. Ну что ж не крещеный. Это поможет вам уверовать в Бога. Ближе. Вот у нас сейчас, мы с евреями говорили. Ко мне на дом привезли еврея одного. Его звать Наум Израилевич. Родители у него в Израиле. И он, я не знаю, часа полтора-два побыл. Он обратился к Богу, покаялся. Сейчас он православным священником. Он лишь в шестиконечной звездах. Это же... Ну я не настолько чистил мёд, чтобы... А у вас такая кошка там, да? Кошка где-то у вас, да? Кошка там, да, сзади. Да, сзади кошка, да. Кошка, кошка. Покажите кошку. У нас кошка, у меня голуби здесь рядом, голуби. Вот. А я вам сейчас мою кошку покажу. Подождите, у меня такая же. Ах, нашли общую платформу. Чё ты это, корябаешься-то? Смотри, как корябнуло меня, а? Рыжая. Её не видно там. Сейчас увидит. О, как хвост. Ой, да хорошая. О, тоже белые, красные пятна. Так это котёнок ещё маленький, нет? Какой котолик, это уже 10 лет? 10 лет. Он как молодо выглядит. Ну, это я не знал, что так это. А ну-ка нашего покажи. Сейчас мы покажем ему несколько месяцев. Вот этой нашей кошке, вот этой вот, это рыжая. Рыжая называется. А вот эта вот, её внучёных, вот, смотри какой. Белый. Ага. А здесь она тоже рыжая. Но у неё нет детей. Да, 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 да. Вот он какой молодец вырос. Кошатник длинный такой. Прыгун. А это моя сестра и брат, и мама, и папа. Она мне, это, и собеседник, и друг. Она говорит, меня всё занимает, и матери, и отца, и брата, и сестра. Угу. Ну вот если у вас вопросы будут какие, вы можете задавать. Зайти к нам по скайпу. Моё имя, фамилия запомните только? Внизу. А у вас это, я кириллицы не могу читать. Это не кириллицы, а Игнатий Лапкин. А почему не можешь читать? Кириллицы у вас написаны, говорит. Нет, это русский шрифт. Никакой кириллицы нету. Это кириллицы. Я не понимаю кириллицы. Я могу и еврейцы читать, или на латыни? Ну да. Ну так вот, всё хорошее вам. Отходим. У вас вопросов нету по спасению души? Вопросов нету? Пока нет. Всё, с Богом. С Богом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Говори. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Ну, видимо, верующий человек, да? Да. Может, у вас какие-то вопросы есть духовные? Мы бы обсудили это. Может, ответили бы на ваши вопросы. А вы в православной церкви, или это какие-нибудь религии? Ну, раз крестимся, значит, православные. Католики так не крестятся, а баптисты вообще не крестятся. Да сейчас все крестятся. Нет, баптисты не крестятся. У нас вот в посёлке они ходят и крестятся вот так вот. Не знаю. Они боятся креститься. Говорят, не в правой руке у тебя неправда. Из порога Исаии берут. Ни адвентисты, ни свидетели Иеговы, никто не крестится. А почему это как православные люди сидят в видеочате? Это же неправильно. Почему мы здесь находимся? А почему? А мы узнали, что это самый... В видеочате здесь грех находиться. Вот, это грех, правильно, всё. Так мы-то пришли не наслаждаться сюда, а людей грешных спасать, выводить отсюда. Здесь очень много, и здесь много очень плохого. Видите, в Евангелии так написано. Господь говорит, я пришёл спасти не праведников, а грешников. То есть призвать покаяния. И вот так же нас Господь по молитве побудил сюда прийти, в этот чат-рулетку, чтобы людям возвестить о Боге, чтобы их души не погибли для вечности. Ну и как это успехи здесь кто-нибудь поддаётся? Очень много бесед было, да. Хотя и много... Потому что здесь очень много извращенцев сидит. Да, так и есть. Да. Понятно. Ну, у нас было... Так же мы хотим вам рассказать, что у нас есть большое богатство. Это у нас свои ресурсы в интернете есть. Это YouTube, открытый локом во свете Библии называется. У нас там 14 тысяч роликов наших. А если к этим словам добавите сайт, зайдёте на сайт. А если во свете Библии добавите форум, зайдёте на форум. А если... Я так понимаю, что вот это вот Лапкин и Игнатий, это кто? Да, это я. Я. По скайпу можете говорить. Это я, Лапкин и Игнатий. Ну, обязательно зайду, посмотрю. Так вы запишите, вы забудете что-то писать-то. Открытым оком, глазом, во свете Библии. Вы сразу запишите. Хорошо. Вы ещё на нас можете выйти. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Да, я всё записал. Ну, вот так. С Богом тогда мы пошли дальше. Ну, всё. Да, с Богом. Храни вас Господь. Да благословит вас Спаситель мира. Благодарю. Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мира, мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души и вечности. И желайте послушать. Может, какие у вас вопросы? Вы старые веры, да, получается? Нет, мы православные. Православные. Понял, что православные. Я как бы тоже в душе верю, пока собираюсь креститься, сына нести в храм. Собираются креститься и сына туда нести в храм. Крестить. Ну, доброе дело. Ну, надо уверовать, чтобы понимать, как воспитывать. Не просто пришёл и ушёл. Чтобы ребёнок был погружён под воду три раза, а не ладошкой мокрой. А то попы обманывают людей. Крестить надо с полным погружением. Как крестил князь Владимир, как Ян Креститель. А что, если молек обряд нарушится, это уже много значит? Если обряд нарушится, это разве что-то значит? Это никакого крещения не было. Обмануты и всё. Вы должны делать бесплатно. За крещение ни копейки не платить. Лучше скажи, я потом приду, чтобы вас содержать, я деньги дам. Но за крещение не платите. Это грех. Большой грех. Это симония, наверное, называется. Симония. Из-за этого священника надо извергать. Патриарх Алексей Второй об этом говорил. А патриарх Кирилл, что плохие вещи делать, да? Патриарх Кирилл, плохие вещи делать, как вы от него относитесь? Ну как относится? Так, мы же не всё про него знаем. Мы молимся за него, чтобы всё было по-хорошему. А как сказать? Говорят, о чём я буду поддерживать, когда я не видал. Говорят, что он табаком, водкой торговал, беспошлино. Что у него имение 6 миллиардов долларов. Ну а мне зачем это? У меня пенсия хорошая. 8 тысяч. Понимаю вас, но мне он нравится, когда он говорит на современное время. Он это всё говорит толково, да? Объясняет, что, как, почему происходит, как на себя вести. И мне нравится, как он говорит. Я почему-то не заглядываю, на что он живёт. Да. И сколько у него денег. Он грамотный человек. Мне нравится ему говорить правильные вещи. Мы молимся за него каждый день, чтобы Господь его сохранил. У нас такая вера за каждого молится, за всех молится. Мы молимся за всех. За правителей, чтобы покушения не было. Чтобы мирное время продлилось. У нас порядок такой, чтобы в день, если время есть, 7 раз становиться на молитву. Это 3 святой и 100 поклонов. Это один раз считается. Как считаете, вот у нас, смотрите, в посёлках, в деревнях, да? Есть, ну, собак много кто держит, да? Например, сучка чинилась, много чинят принесла там. Их у нас топят, чтобы они не размножались там, например. Ну, не знаю, позволь маленьких, и утопят их. Это как считаете? Это грек большой? Никакой. Вы хозяин, вы обязаны контролировать. Если она принесла, вам они нужны. Ну, сразу здоровь их или утопи, на этом всё. Человек власти. Я вот так сделал, да, но у меня сразу проблемы пошли после этого. Никак. У меня потерялся большой пёс. У меня там с матерью проблемы начались. На это смотреть не надо. Ну, пускай кормит, держит. Чего они за ваш счёт будут? Она может держать 100 собак, ей никто не запретит. Но они должны быть привязаны, и кормить надо их. Ну, я тоже думаю, что человек должен быть ответственным, чтобы он не мешал другим, чтобы не мучилось животное, да? Конечно. Вы хозяин. Да, вовлённый, да? Человек же колет, барана колет, корову колет, птиц колет. Ну, мы все охотники, конечно, убивать тоже охотимся, но мы охотимся, как мы тоже, да? Да. Безжатности, что ли? Мы также с людьми делимся теми богатствами, что имеем мы в интернете. Вот я вам сейчас покажу. Это мы записали специально, открытым окном во свете Библии. Это наш канал на Ютубе. И также под этим названием сайт и форум. Вот если заведёте в интернете, желание у вас будет посмотреть. Вот можете выйти. У нас на Ютубе уже 14 тысяч видеороликов, только наши заснято. У нас православная деревня. Там человек может поселиться, если доказать, что он не пьёт, не курит, не матерится, не ворует и не лжёт. То есть это у нас с ним будет первая беседа. Это уже сколько она строится у нас? 27 лет. 27 лет уже. То есть уже давно. Что 27 лет? 27 лет деревня уже существует православная. С самого нуля её восстанавливали. У нас государственная школа, дети приходят. С молитвы начинается всё. То есть с детьми занятие. Вот перед вами сидит старец, это вот Игнатий Лапкин. То есть если у вас желание будет, по скайпу можете с ним встретиться и поговорить. То есть какие-то вопросы может быть у вас. Ну ладно, с Богом. С Богом. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Воистину Иисусу Христославу. Вы что, староверы? Православные. А православные-то вы что, древние православные или киржаки? Из киржаков мы, а принадлежим к церкви, где есть священство. А, ну-ну-ну, я старовер-беспоповец сам. Старовер-беспоповец он? Да, я старовер-беспоповец. Беспоповец должен, чтобы быть со священником. Без священника нет церкви. Ну, ну вот смотрите, здесь особо всё написано в этой книге. Рамкигу сейчас покажет. Ну, и что там написано? Родословие Урала, Сибирского, Часовенного, Старообрядчества. Ну, знаю, хорошо знаем. Беспоповцы. А беспоповцы это не церковь, это раскольники. Ну, да как мы в 1653 году как раскол был старообрядческий, так мы и остались в этой иммуне. Ну, а как же вот в Белокринецкой, это на Рогорском кладбище-то, они, наконец, достали епископа, у них сейчас несколько епископов-метрополиты. Почему вы к ним не пришли? Как они хотят, так они и пусть будут, а мы сами по себе. Нет, без священства нет отпущения грехов, нет причастия. Сами по себе-то куда вы? Никуда, так просто. Ветер. Это не просто. Вы сами откуда будете, с какого города? Барнаул, Алтайский край. А, Алтайский город Барнаул, там же у вас, да, там же у вас большая церковь построена. У нас все корни старообрядческие, беспоповцы, кержаки. Да, где вы есть старообрядческие беспоповцы? По матери. А по отцу дед был, белокринецкого согласия. Без священства дорогой никак. Это Бог так усыновил. Ну, если бы не раскол, мы бы, наверное, так и остались в Луне. А при чем тут раскол-то? 360 лет назад было, а я теперь буду думать. Да мне какое до него дело-то? Я должен обрести спасение. Иоанн Златоуз говорит, без этих священных рук священства нет отпущения грехов. А в Царство Божие ничто нечисто не войдет. Ну да, так оно. Ничто нечисто не войдет в рай, как говорится. Вы свои книги посмотрите, старые. И там написано «Иерей глаголит». Я спрашиваю старообрядцев, какой иерей? Да вот у нас нет. А раз нет, значит, к вам книги эти не относятся. Иерей, то есть священник говорит. У нас большие ресурсы есть. Вот YouTube, открытым оком во свете Библии. 14 тысяч роликов у наших здесь. Если добавить во свете Библии сайт, будет сайт. Добавить форум, будет форум. А вот это мое имя, фамилия. Это по скайпу можем поговорить. Вот если зайдете на сайт, там я отвечаю на 4124 вопроса. И отдельно о старообрядчестве. Целая папка. Что толку знать родословную, а остаться без священства? Это вообще никуда не годится. Священство, если потеряно, то в первом веке были такие люди, в первом веке их назвали безголовая. Безголовая, то есть голова это священство. Это не обзывание никакое. А старообрядцы, беспоповцы, они раскололись сегодня где-то больше 50 толков разных. И голбежники, и дырники, и нетовцы, поющие, не поющие, поморские, согласие, часовенные, каких только нету. А они очень неужевчивые. Если у вас вопросы есть, можете задать. А что вы нам предлагаете? Объединиться с вами? Да может, почему с нами-то только? Вы найдите, вот Барнаул, вы где живете? Екатеринбург. Ну, в Екатеринбурге, там уральские есть старообрядцы, которые священство имеют. К ним объединитесь. Все. Это же просто решается. Просто, чтобы они дали вам священника. Вот скажите, сколько написано до принятия христианства князем Владимиром, сколько написано вообще Библией? Сколько оригинала выпущено? До принятия христианства, сколько было оригинала в Библии выпущено? Оригинала в Библии? Да, до принятия христианства на России. А где? В России? Вообще. Сколько Библии написано? Ну, вот она Библия у нас. Это перевод синодальный 1876 года. Ну. Вообще Библии написано 600 оригиналов. Их 600. Никакой то, что никто не знает. Нет, обождите. Какие оригиналы? Назовите. Острожская Библия выпустили. Все. Больше не было. Одна. Какие 600-то? Я знаю, что их 600 выпущено. Да это вы просчитали. Назовайте, давайте. Чтобы видно было, что неправда, вы не назовете даже пять. Не назовете. Библию вообще русский народ не знал. Оттуда раскола там приняли. Не было этого, ничего. Если говорить, свитки какие найдены, манускрипты. Был Синайский манускрипт. Безы. Гигзаплы оригена. Так это не Библия отдельная. Иероним Стридонский переводил на латынский язык. Почти 30 лет в Вифлеемской пещере был. Умер в 420 году. А что Россию ждет, вот примерно, если вы такой граммный, что Россию ждет после Путина? Кто президентом был? Что об этом говорится? После Путина кто будет? Да. Это только Бог знает, мы не знаем. Нам и знать не надо. Какая разница-то? Нам написано, молились за царя и за начальствующих. Вот что Горбачев был, это знаковая фигура. Знаковая. Клима на башке. Да. Смотрите, вот вы бумажку возьмите. Печатными буквами напишите Горбачев. Горбачев. Буква Ё там не писалось, а Е писалось, а Е. Да, Горбачев. А теперь смотрите. Вот, допустим, вы Петров, а я Иванов. По порядку ПИ. А следующий за нами был, допустим, Романов. Пир будет. Первую букву взять. Так вот, в нем четыре наших главных лица в государстве. Заметьте, Горбачев, Брежнев, Б, подчеркивайте, Б, Брежнев. А. А за ним идет Андропов. Ч. Черненко и Е. Ельцин. Это нельзя составить. Четыре главных лица в государстве. Это что означает? То есть он их всех в себя вбирает и сбрасывает. Он раскрепостил анекдот. Он открыл храмы. Кто? Горбачев Михаил Сергеевич. Ну, знаешь, храмы у нас уже сработались. Никто никогда не закрыл. Он помог свалить этот сатанинский режим в стране вместе с Солженицыным. Это гласность и архипелаг ГУЛАГ. Вот это два момента, которые свергли. Гитлер не мог это сделать. Они сделали мирным путем. Ну, говорят, что сначала победит белый петух, а потом все равно красный победит. Да. Христос придет и после всех победителей победит. Придет впереди Антихрист. Из колена Дана. В Ассарисе в Иерусалиме. И будет царство три с половиной года над всем миром. Не продать, не купить. И будет начертание 666 на руку. Но это зашипровано. Сейчас вот щипы ставят. И на лоб клеммо будут ставить. Да, правильно. Старобрядцы, старобрядцы, это о масонах. Они любят говорить о протоколах. Это у них любая тема. Да, это я знаю всем. Надо знать Христа. Христа они совсем не знают. Старобрядцы. Они знают, произносят. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешно. Сыне Божий, сыне Божий.